Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео будет о покупках из FixPrice. Я вам расскажу, что интересного, классного, нового я нашла в этом магазине за последнее время. И всем, кто любит видео подобного рода, желаю приятного просмотра. И сразу хочу оговориться для девушек, кто оставляет запросы на видео о косметике из FixPrice. Косметики из FixPrice у меня в видео не будет, потому что мне это не интересно, мне не интересно ее тестировать, и специально для обзора покупать мне ее тоже не интересно. Поэтому сразу хочу всех предостеречь, скажем так, от этих запросов, от ожиданий каких-то от меня. Пройдем уже, наконец, к моим покупкам. У меня, как всегда, огромнейший пакет шелестящий, постараюсь сильно не шелестить. Как всегда, вешалки не было, к сожалению, ни розовых, ни фиолетовых, ни винных, никаких оттенков. Не было у моих любимых, которые я собираю постоянно в своей, в своем шкафу. Были вот такие вот, скажем так, я себя успокаиваю, что это что-то близко к мятному цвету. Такие вешалки мне очень-очень нравятся, они очень многофункциональны. На них можно все, что угодно повесить. Они не вытягивают плечи. Также на них можно легко вешать юбки, потому что они здесь будут держаться. Они мягкие, удобные, красивые. И мне безумно-безумно нравятся. И, как всегда, у меня всегда походы в фикс прайс. Они заканчиваются тем, что я покупаю там пару вешалок. Также я купила себе новую чашку для работы. Очень крутая, красивая чашка. Она достаточно легкая. Здесь вместимость 320 мл. Очень-очень крутая, с потрясающим орнаментом. Я купила чисто из-за орнамента. Я же девочка. Но мне кажется, очень классно будет смотреться на моем рабочем столе, потому что купила я ее на работу. Кстати говоря, орнамент этот, вот смотрю я на камере, он какой-то фиолетово-зеленый. Мне он чисто фиолетовым смотрится. Точнее, я его вижу чисто фиолетовым. Мне кажется, он просто вот на солнце будет давать очень красивые блики. Классная чашка. Мне она безумно понравилась. Самое главное, что несмотря на свой большой объем, она достаточно легкая. Следующее, что я купила, это формочки для выпечки в такой морской тематике. Силиконовые формочки. Очень классные по качеству. Они ничем не пахнут. Никаким китаем. Никаким вот дешевым чем-то пластиком или резиной чем-то в этом роде. Очень-очень классные. Плотные, из плотного силикона. Мне кажется, очень классная получится выпечка. Брала я их для того, чтобы хоть как-то себя замотивировать на всякую правильную выпечку, чтобы научиться все-таки все это делать. Я думаю, что в ближайшее время что-нибудь испеку и, возможно, покажу вам на канале. Следующее, что я купила, это набор трафаретов. Это вот такие вот трафаретики для того, чтобы делать рисунки, допустим, на кофе, на десертах, просто на тарелочке. И увидела я у другого питерского блогера, у Марины Морской. Она делала с помощью вот этого смайлика. У нее даже репом фотка в инстаграме выложена. Я и пыталась сделать сердечки. У меня какое-то было романтическое настроение. Я пыталась на завтрак что-то там сделать. Но как бы ни я не увидела в своем творении из корицы сердечек. Ни мой молодой человек тоже как бы не распознал их как сердечки. То есть, из чего я делаю вывод, что либо у меня руки кривые, либо я что-то делала не так. Ну, раз у людей что-то получается, у меня нет. Но я буду тренироваться, буду пытаться. Должая тему выпечки, я купила также вот такие вот бумажные формочки. Тут 72 штуки. Это просто обычные формочки для обычных кексов. Но они одноразовые, такие бумажные. И очень удобно их использовать именно для выпечки, которую вы потом поставите на стол. Потому что, допустим, гости они будут брать в этих же бумажных штучках. Очень-очень классные они. И то, что 72 штуки, в принципе, за 45 рублей. Я думаю, что это выгодная цена. И следующая моя покупка это формочки для заморозки льда. Я просто не могла пройти мимо этих формочек. Просто потому что они розовенькие. И они с черепами. Не знаю, мне эта тема не то, что близка. Не то, что я когда-то была Эмма в школе или еще что-то в этом роде. Но это классно, мне кажется, замороженные формочки в виде черепков и костей перекрещенных. Ну, почему бы и нет на какую-то вечеринку. Или просто даже необычные квадратные формочки. Да, вот такие вот забавные, классные. И они достаточно удобной формы. Потому что они не большие, не маленькие. Просто у меня есть рыбки, тоже формочки из фикс прайса. Они достаточно большие. А эти, они, конечно, поменьше. Они, я думаю, будут более удобные и влезут в любой стакан. Следующее это массажер. Просто одевается на руку и делается, грубо говоря, массаж. Вот эти вот колючая достаточно сторона. Она не царапает кожу. Она именно вот разгоняет кровь, массажирует. А вот эта вторая сторона, она, конечно, такая более грубая. В плане проработки, скажем так, она именно для такого массажа-массажа. Классная-классная штука. Я все не оставляю, скажем так, своих попыток найти какой-нибудь крутой ручной массажер. Для того, чтобы себя массажировать в ванной. Бороться со своими всякими жирными местами. Но я думаю, что будет очередной помощник в моей коллекции массажеров. Почему бы и нет. Следующая моя покупка, это вот такой кондитерский шприц. Он выполнен из чего-то резинового или силиконового. И сама вот эта вот как, внутренняя часть, она из пластика. Здесь есть две насадки, побольше, поменьше. Я пока еще не использовала, но как-то он так вызывает доверие. Он достаточно хорошо сделан. Я думаю, что если у меня получится что-то с ним сделать, вы увидите обязательно либо в инстаграме, либо какой-нибудь рецепт на канале. Следующая, это как всегда игрушки для котов. Вот такие вот шарики, их было два. Второй, по-моему, какого-то зелененького цвета. Но его уже утащил кот куда-то, просто безвозвратный. Я не стала уже искать. В наборе два таких вот шарика с хвостиками, как павлинями, не павлинями, короче говоря, с какими-то хвостиками, которые кот пытается постоянно отырать. Но пока еще я сколько видела этот шарик, хвостик этот на месте. Внутри что-то звенит, что очень-очень нравится кошкам. Крутые игрушки на самом деле. И вот как-то играют. И последнее на сегодня, это, конечно же, еда. Как же из фикс-прайса прийти без еды? На этот раз кое-что полезное для тех, кто следит за своей фигурой. Это вот такие вот батончики от Leavito. Они продаются по три штуки за 45 рублей. То есть, каждый из них 15 рублей стоит. Я к ним отношусь достаточно спокойно. Они очень вкусненькие. Кстати говоря, вот эти вот кофейные уже беру не первый раз. Очень вкусные, классные. Это как зерновые батончики с различными добавками. Здесь это кофе-шоколад. Здесь это яблоко и корица. Классные батончики, на самом деле, для перекусов. Первой половине дня отлично идет. Здесь порядка 100 калорий в батончике. То есть, если у вас нет возможности нормально перекусить в первой половине дня, почему бы и нет? Почему бы и не попить чай, допустим, с этим батончиком? Или просто в дороге не перекусить? Неплохая вещь. Очень-очень вкусненький. Мне очень нравится. Всем советую, кто именно запаривается по поводу питания. Состав у них более чем приличный. Вот. И производит их компания Leavid, которая занимается, в общем-то, всякими похуделками и всем остальным. Которые рекламирует там Ксюша Сап... Не Ксюша Сапча, а Ксюша Бородина. Итак, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие классные, интересные вещи в последнее время вы находили в фикс прайс. Какая у вас цена фикс прайса? А то у нас доллар растет. Я все ожидаю, когда у нас будет фикс прайс все по 50, там по 70, по 100 или что-то в этом роде. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорых встреч в следующих видео. Продолжение следует...